МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он и пригласил Киркорова пообедать. А в перерыве между зеленью и большим сочным куском мяса с картошкой, снимать которые не разрешили, предложил венценосному Филиппу вернуться на большую театральную сцену. Мне показалось, что это будет интересно зрителям. Вывести Филиппа в спектакль, в финальной сцене, в виде принца. Принцем. Скажи, классно, в момент трансформации на башне, когда чудовище превращается в красного принца, вдруг этим принцем становится Филипп Киркор. И отыгрывает вот эти последние сцены. Скажи. Зал это не будет ожидать. Никто не будет ожидать. Причем, да, это будет абсолютный сюрприз для зрителей. Мы пригласим журналистов. То есть это должен быть такой... Да, но только они должны меня узнать как-то. Нет, секунду. Красавицу и чудовище – абсолютная российская сенсация. А там, где шумно, красиво, роскошно и зрелищно, ну никак нельзя без Киркорова. Он у нас один такой настоящий фейерверк и человек-шоу. В недалеком прошлом Киркоров били Флин из Чикаго. В недалеком будущем – призрак из призрака оперы. В настоящем, но не петь же дуэтом с Кадышевой, как заклятый товарищ Басков. Филиппу нужно, простите, повторюсь, чтобы шумно, красиво, роскошно и зрелищно. Красавицу и чудовище, просто сказочный проект. Наталья Быстрова в шоке. Петь и играть с Киркоровым ей предстоит уже в начале марта. Репетировать февральскими ночами в свободное от концерта Филиппа время. Пока обсуждались детали контракта, Филипп Бедросович отправил 14 смс, подтвердил участие в семи январских корпоративах и выпил литр вредной шипучки. Обед длился три часа. Филипп Киркоров еще попробовал порцию равиоли со шпинатом и жирный десертик. Наталья Быстрова так и просидела со своим травяным салатиком. Продюсер Богачев налегал на элитный улун с лимоном. Он и закрыл счет. 22 350 рублей и немного на чай официантке. От себя и за красавицу с чудовищем. За нашу потрясающую идею. За вашу продюсерскую идею. За наше актерское воплощение. За творчество и пиар. И вот это как называется не аферизм, а как это называется слово? Слушайте, авантюризм. Авантюризм. Нет, это прекрасная авантюра. Нет. Аферизм. Нет.